Поиграем в Римворд ХСК, говорили они. Это классный мод, фактически новая игра, говорили они. Ну, в общем-то они не врали. Но обнаружилось, что оригинальный Римворд по сравнению с глобальным модом ХСК это как демоверсия игры и полноценная её версия. На ум сразу приходит серия XCOM с глобальным модом Long War. Притом там точно те же достоинства и те же недостатки. Римворд сама по себе настолько обширная по своим механикам игра, желающая объять огромное множество аспектов развития поселения и выживания в нём, что ты просто теряешься в этих возможностях, и модификация ХСК лишь усиливает эти моменты. Да, я в курсе про Двор Фортрес, который, мол, ещё круче в этом плане, но есть, на мой взгляд, определённый порог, когда игра становится перенасыщена заморочками, и ты в них просто тонешь. К тому же в Двор Фортрес нет одной важной для меня мелочи — графики. Конечно, в Римворде она тоже условная, но она там хотя бы есть. Я не для того собирал компьютер, чтобы играть в пиксельное нечто. Ладно, возможно, не все понимают, о чём сейчас речь, да? Хотя это вряд ли. Я вообще заметил, что у меня то ли на канале сидел скрытый культ Римворда, и теперь они сделали каминг-аут, сознавшись, что все однажды доиграли в эту игру, либо я просто привлёк внимание её фанатов. И после такого трудно поверить, что хоть кто-то не знает о Римворде. Но всё же, Римворд — это симулятор выживания колонии в разных условиях с элементами градостроительства. Точнее, строительство поселения, так правильнее сказать. Об этой игре трудно рассказывать структурированно, ведь обычно структура подразумевает перечисление возможностей, а это сама по себе минут на 40, если не больше, учитывая также вариации. О такой игре проще рассказывать, делясь историями, что я, в общем-то, и сделал в обзоре. Но там же я покритиковал игру за некоторые моменты, и, как выяснилось, не я один. Уже много лет параллельной игре разрабатывался глобальный мод под названием Hardcore SK, или сокращённо HSK, о котором сегодня речи пойдёт. И ситуация получается забавная. Если я не ошибаюсь, над разработкой игры трудится один человек, ну, максимум двое. Над модом HSK уже побольше, и ещё 2-3 над русским к ней переводом. Кстати, да, мод русифицирован гораздо лучше, чем, собственно говоря, сам Reward. Это удивительно. То есть, над модом к игре работает больший штат, чем над самой игрой. И, глядя на те возможности, что представляет HSK, ты лишь укрепляешься в этой мысли, и задумываешься, а почему они не объединятся? Получилось бы, по-моему, гораздо лучше. Но это уже не моё дело. Рассказывать структурированно о HSK ещё сложнее, чем об оригинале. Опять всё лишь через концепты, через идеи, через истории. Но, в принципе, любой рассказ о HSK стоит начинать с его названия, где слово «хардкор» не случайно. Это действительно, я подчёркиваю, по-настоящему хардкорная игра. Да, я знаю, что авторы вроде Грини, по гайдам которого я и учился, кстати, рекомендую, высказывал мысль, что, мол, это только кажется, что она хардкорная, важно сделать именно первый шаг, дальше будет всё гораздо легче и так далее. То есть, он говорил о HSK то же самое, что я говорю о серии Souls. Но я с этим категорически не согласен. И дело даже не в том, что гайды, сделанные под прошлой версией, а в новых всё может отличаться от прежнего. Нет. Дело в том, что HSK это действительно хардкорный мод. Это хардкорная отдельная игра. Отдельная игра, которая словно плохой преподаватель в институте, глядя на твои потуги играть, говорит тебе «Забудь всё, что ты учил в школе». Офигенная фраза, я считаю, да? На неё так и хочется ответить, так я ничего и не помню. Давайте я расскажу, как вышло моё знакомство с HSK. Ну, рассказывать про свой стрим я не буду, запись его есть, можете глянуть. Я расскажу именно о своей, об одиночной истории, когда я не просто стебался, а именно пытался изучать игру. Итак, я, как обычно, накрафтил себе трёх поселенцев, среди которых оказалась Азари. Ну, я спорить не стал, Азари так Азари. Вообще тут ничему удивляться нельзя. Тут прибавилось вообще всего, раз и здесь не исключение. Тут есть какие-то нарбалы, каджиты. Однажды ко мне присоединилась женщина-мышка. Я её так и назвал, мышка. Отвратительная была работница, но почему-то прижилась. В общем, начал я развитие. Упал я на местность, где прохладно. Тундра. Вообще, это моё любимое место. И понеслась, да. Чтобы готовить, нужно построить гриль, на который нужны и камни, и дрова. Дрова надо наколоть, доски надо напилить, камни нужно высечь. Чтобы построить станки, для этого всего нужно дерево. А деревья здесь не растут. Зато на местности всегда есть деревянные тотемы. Это единственный, в случае чего источник древесины. Правда, вот хватает его ненадолго. Начинается охота на дичь, какое-то время можно жить. Хорошо, если есть водоём неподалёку, можно же теперь ещё и рыбачить. Правда, зимой он замерзает, но это уже нюансы. И вот этот самый нюанс наступает. Становится чуть холоднее, и начинаются проблемы. Топить нечем, потому что дерева-то нет. Нет, животные покидают карту. Я постоянно сталкивался с тем, что животных на карте не было неделями. В итоге я забивал домашних и ел. Я знаю, что говорят в этих случаях гайдоделы. Мол, какие проблемы вообще? Будь каннибалом, ешь человечье мясо. Да. А, извините, могу и не быть каннибалом? Я, может, не хочу играть за психопатов-каннибалов. Мне вот неприятно. Это всё-таки ролевой отыгрыш. Можно? Ну, можно, но недолго. Ведь посадок-то нет. Ну, точнее, есть, но смотри-ка, твоя почва-то непригодна для возделывания. Сажать-то негде. Да и если даже пригодно. Вот, допустим, что пригодно. Логично же, чтобы посадить картошку, нужны семена картошки. Раньше всё это делалось волшебным образом. Семена брались из ниоткуда, и вообще в них нужды не было. А теперь же всё, сука, логично, да, реалистично. Где достать семена? Ну, мало того, что нужно построить стол агронома, который тоже не из облаков строится, знаете ли, и из картошки извлечь семена. Погоди. Кажется, в этой цепочке есть какое-то слабое звено. Точнее, полностью отсутствующее звено. Ну, из какой нахрен картошки? А вот, да. Еды-то нет. Только мясо. Семена из мяса? Не, не вариант. Купить семена у торговцев. Ну, да. Те торговцы, что заходили ко мне раз в месяц, не имели при себе семян ни разу за 4 попытки игры. Можно исследовать почвоведение, но очень скоро выяснится, что исследования здесь – это жопа. Во-первых, по классике они будут медленными, если станок просто бросить в снег. Нужно же теплое освещенное помещение. А с отоплением-то у нас беда, как помните, топить нечем. И потому медленно начинаем исследовать, абы как и видим, что древо технологий – это нечто. Древо из оригинала по сравнению с этим – это не древо, а маленький такой скромный росточек. Тут чуть ли не каждый аспект строительства и технологий нужно исследовать отдельно, плюс переход на новый виток исследований еще есть. Хочешь паркет из дерева – исследуй. Хочешь более крутой паркет из дерева – снова исследуй. Хочешь готовить что-то посложнее бутербродов с землей – исследуй. Ну и так далее. Притом, если примитивные технологии стоят там 150, 300, 500 очков исследований, то, например, все то, что связано с электричеством, стоит уже там без половины, 5 тысяч, да? Сами посчитайте, во сколько раз это дольше делается. Фактически, ты можешь целый год непрерывно делать только одно важное исследование или одну важную ветку исследований, а этот год нужно еще прожить без этих самых исследований. А ты, скорее всего, умрешь от голода, если, конечно, раньше не умрешь от обморожения, потому как, например, моя последняя попытка добраться до электричества закончилась тем, что я устал играть. Сначала, извините за тавтологию, нужно исследовать исследование, а для него еще одно такое же долгое. Но для второго исследования нужен специальный станок, а он делается в том числе и из стекла. Чтобы выплавить стекло, нужно сначала построить печь и наплавить песок болванки, а потом болванки уже наплавят на стекло. А чтобы построить печь, нужно сделать дохера блоков. Вот так вот. Возможно, на словах все звучит достаточно просто, но вы поймите несколько вещей. Во-первых, до этого всего нужно сперва додуматься, а RimWorld в принципе такая игра, в которую без гайдов играть крайне проблематично. А ХСК так и подавно. А гайды рассказывают только, как правильно настраивать склады и пожирать людей, выживая хоть на ледине. Во-вторых, допустим, вы исследовали возобновляемую энергию, поставили условный такой ветряк, и он херачит вам ток. Круто! Но только вот этот ток нужно же куда-то провести, правильно? У вас исследованы провода? Что нет? Какой сюрприз. Исследованы? О, как хорошо. А проволока-то у вас есть на провода? Ну ладно, проволоки тут обычно в достатке, если учесть, что на карте обломков кораблей дофига, и еще сверху валятся часто. Ладно. А к чему ты эти провода будешь подсоединять-то? К энделябрам, что ли, или к печке? Ты электросвет или отопление хоть исследовал? Что, тоже нет? Сюрприз! Я знаю, чем ты будешь заниматься весь следующий год. А животные с карты ушли. Да. Скоро будем есть друг друга. Последний умрет в одиночестве. От скуки. И, во-вторых, пока ты все это обдумываешь, экспериментируешь, а ведь тут все на экспериментах держится. Например, я угробил кучу досок, которые пилятся, между прочим, по полдня. Надолбанный карьер. И понял, что он мне нахрен не нужен. Ведь никто тебе об этом не скажет. Тебе никто не скажет, что он делает, этот самый карьер. Описания не говорят ни о чем. И не нужно меня тыкать в английскую вики. Хотел бы читать на английском, разговаривал бы с вами сейчас именно на нем. Ферштейн, да? Я русский Иван. И я хочу нормального русского описания возможностей игры. Да и не факт, на самом деле, что иностранные гайды тоже не пустые. Ну и, значит, пока ты занимаешься попытками соорудить одно и цепляешь кучу другого, мир не стоит на месте, разумеется. Поселенцы жалуются на комфорт. Какой в рот мне ногу комфорт. Спи на земле жри грязь, сука. У нас светильники, возможно, появятся через год. А тепло станет, когда ты, падла такая, самолично пришибешь вон того носорога вот этим вот ножичком, утонченным французским размером с мизинец, а потом сошьешь из него шубу на троих. Вот тогда тебе станет тепло. Тогда и наступит лето. А, погоди. Неподалеку, всего лишь на другом конце карты, сука, упал метеорит со светокристаллами. Танцуйте, бомжи, свет будет раньше, чем через год. Юху! О, что? Началась буря, ледяной смерч, температура упала до минус 63 градусов, и даже в шубе у вас через минуту тяжелейшая гипотермия. Притом, нет освещения, дрова заканчивается, мясо почти не осталось, домашнего заяца доели еще вчера. Ну, не отчаивайтесь. Помните, как на прошлой неделе к нам пришел рейд из трех болванов, которые несли с собой сухпайок? Ну, давайте молиться, чтобы они пришли именно сейчас, и по дороге к нам сдохли от холода. О, смотрите-ка, и правда кто-то пришел. Что? Кто? Ледяной дракон охотится на поселенца ради пропитания? Ну, знаете ли, его можно понять. Жрать действительно нечего. Мы бы и сам его схарчили, если бы можно было выйти в такую стужу. Мы-то не ледяные драконы. А, ладно, пофиг. Короче, запирайте двери, возможно, они его задержат, ну, максимум на денек. А пока что, вон, бери кирку, долби вот эту вот стену, видишь, там за ней залежи угля в скале. Вот и славно. Значит, от холода точно не умрем. А если запорим вот этого дракона, так еще и от голода тоже не умрем. Отличный план, как по мне. А в следующем году, если повезет, конечно, таки исследуем грядку. Да, и даже построим. У меня как раз семена грибов третий год лежат. Что? В смысле уже съели с голодухи? Фигня. Прорвемся. Вот примерно так выглядит реморд ХСК. Лишь начав пятую игру, я начал хоть чуть-чуть стойко выживать, и то с загрузками. Количество аспектов, за которыми нужно следить, да и которые нужно учитывать, возросло в десятки раз. Тут давление идет на реализм, как с теми же семенами. Или вот, например, гигиена, да? Да, мод можно отключить, но зачем так же интереснее? Если держать все говно в себе, да, то в итоге что? Правильно, в итоге оно выльется наружу у меня в комментариях. Не надо гадить у меня в комментариях, гадьте в сортирах. Во. Если буду избираться, это будет мой слоган. Короче, умывать руки и сидеть в отхожем месте теперь необходимо. Это прям погружение в быт наших сел, когда в минус 60 ты думаешь сходить в туалет на улицу или таки потерпеть недельку. Вообще, как вы, наверное, поняли, Хайскай – это симулятор бомжа, прилетевшего из космоса на случайную планету. Притом, совершенно не важно, тепло в ваших широтах, холодно, проблемы обязательно будут. Не одни, так другие. Не будет холода, будут паразиты и болезни от них, причем целая прорва болезней, целая прорва паразитов, жручих в том числе ваши запасы. Не будет проблем с едой, начнутся с дипломатией или с рейдами. Скучно точно не будет. Притом, туда-сюда снуют какие-то азари, данмеры грязные, хаджиты, приходят-уходят гости, случаются несчастные случаи на работе. Ну, знаете, то молотком по пальцу, то соседу по голове топором, то вдруг поселенец расщедрится и поделится одним своим сокровищем с поселением. Обычно это серебро, но не всегда, иногда это вещи. В одном из моих прохождений у меня из оружия оставалось только... Нихрена у меня, короче, не оставалось, у меня были только странные дротики и деревянное копье или бронзовое, неважно, один хрен. Раненый поселенец вдруг дарит из своих тайников... Дарит из своих тайников винтовку, сука! Офигенную винтовку автоматическую! Где он ее все это время прятал? Под половицей, что ли? Так у нас и половиц нет, мы на земле живем, блин! Ну, впрочем, чего уж там, патронов-то к ней все равно нет, так что пусть теперь дальше гниет, только уже на складе. Да, должен признать, что техническая сторона тоже стала заметно лучше. Первое, что бросается в глаза, это новый интерфейс, гораздо более красивый, информативный и более удобный, чем ранее. Впрочем, и к нему тоже нужно сперва привыкнуть, тут так совсем. Ну, как и положено. Второе, внедренный мод на улучшение графики. Я как-то в обзоре на RimWorld сказал, что уж, наверное, не хочу видеть никакие графические моды на римку, но вот стоило мне их увидеть, и я понял, как же графона мне здесь не хватало. Визуал стал лишь на 2 грамма лучше, но ощущения уже все равно новые. Нельзя не отметить мини-карту, настраиваемую при том. Также есть встроенный справочник, куда можно ввести название предмета и увидеть, как его делать, на каком станке, по какой технологии. А есть поисковик по карте, наконец-то, с возможностью добавления избранного, который любой введенный объект покажет, если он, конечно, на карте, в принципе, есть. Хоть руду, хоть трупы, хоть животных. Поведение пешек тоже стало более логичным, будто бы искусственный цвет подкорректировали, хотя, скорее всего, это иллюзия. Они часто все еще ведут себя нелогично и плюют на настройки приоритетов, или мне только так кажется, потому что на приоритеты теперь смотреть страшно. Мало того, что приоритет теперь не от 1 до 4, а от 1 до 9, так еще и на каждое действие есть поддействие. Например, мы не хотим, чтобы этот кретин готовил, ведь от его стряпни потом все болеют животом и всортир запись на месяц вперед, как в элитный ночной клуб. Но для разделки туш навык не нужен. Теперь это возможно. Пусть разделывает, а готовит пусть другой. Можно, так сказать, ему поставить готовку на 0, то есть вообще ее вычеркнуть, а разделку, скажем, ну там на 6, на 4, неважно на что, и он будет разделывать, а готовить никогда. Или вот что меня всегда бесило раньше, строитель. Это и тот, кто строит, и тот, кто носит вещи для строительства, подносит материалы. Теперь переноску можно назначить хоть всем сразу, а строить будет только тот, кто умеет строить и не будет транширить ресурсы впустую. Это крайне удобно, просто безумно удобно, это просто счастье какое-то, но беда здесь в том, что разобраться в этом всем и настроить параметры теперь уже дело не 10 минут, и это уже как отдельная игра. Забавно бывает, ты вот минут по 40 настраиваешь приоритеты в начале игры, режимы дня, одежду, рацион, а если еще и следуешь неким гайдам, то еще и склады тут же, знаешь, напиливаешь, а потом подыхаешь через 20 минут. Круто, правда? Однако появилось много инструментов, крайне полезных. Выкопать жилу, собрать лишь созревшие, как же мне этого раньше не хватало, или терраформировать почву в пригодную для, для чего уже, решайте сами. Разные цвета, разметок появились для удобства, диалоги теперь показываются всплывающими окошками, как в гномах, крайне удачная находка, на мой взгляд. Пешки теперь имеют функцию перенести все и набивают карманы по полной, а не носят по одному предмету, зараз твою мать. То есть, искусственный интеллект остался, видимо, тот же, но вот гибкости им сильно прибавилось, и это очень радует. Однако за такой гибкость и гору возможностей, как и всегда, приходится расплачиваться временем и порогом вхождения. Последний здесь стал просто каким-то космическим. Фанаты сборки утверждают, что она не хардкорна, это просто такое название, ее не нужно бояться. Я, как новобращенный фанат этой сборки, соглашусь, ее не нужно бояться. Она действительно крайне интересна, но будет враньем сказать, что она не хардкорна. Она хардкорна, да еще как. Притом, я должен признать, что в отличие от всяких там Дарк Соусов, Римворд ХСК это обращик логичного хардкора. Не когда тебе осложняют игру неудобными геймплейными механиками, а когда наоборот, придраться вроде как не к чему. Да, по снегу чапать не так, просто как по асфальту, че орать-то? Ну вот, в таком вот духе. Но все же, это иной уровень сложности, и чтобы начать делать верные шаги даже с гайдами под рукой, понадобится ни одно поражение и ни один час игры, уж поверьте. С десяток, с два, минимум. А когда ты только и делаешь, то проигрываешь, даже если это всего лишь игра, даже если ты веришь в то, что вот скоро начнешь выигрывать, человек теряет к этой игре интерес. Так уж психика у нас устроена. Мы все хотим видеть собственный успех. В этом суть порога вхождения, когда ты наконец осваиваешь инструменты достижения успеха, вырабатываешь для этого схемы, и начинаешь получать от игры удовольствие. Увы, именно поэтому многие и не хотят играть в римворд ХСК. Ну, а что до времени, это на все как с модом Long War на XCOM. Когда-то в 2017 году я сделал на него обзор, а в 2018 году мне написал человек, что, мол, после того обзора начал игру с этим модом и так и не закончил, в том смысле, что она длится до сих пор, он до сих пор в нее играет. Вряд ли, конечно, он уже меня смотрит, столько лет прошло, но если вдруг смотрит, вот если вдруг ты мне сейчас смотришь, скажи, ты закончил? Ну, хотя бы наполовину. Очень любопытно, правда. Можете, кстати, попробовать также и с римвордом. Запустите римворд ХСК, начните крутую свою игру, старайтесь не проиграть, пусть даже с загрузками, и через год встретимся здесь, на этом же месте и расскажите, на какой вы стадии игры. В общем, римворд ХСК это очень интересная игра. Не мод, это именно отдельная игра. Игра для тех, у кого на примете нет десятков других игр. Для тех, кто может себе позволить 10 часов гонять пешек по полю, уверяя их, что через месяц мы таки сможем построить сортиры и не гадить в штаны. А еще через 10 лет, так вообще ух, редиску посадим. Да, такая вот игра. Рекомендую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова